Ребят, привет! Я уже не первый раз пытаюсь вам записать видео, как я планирую неделю, что-то неправильно, но каждый раз все не то и все не это, потому что мы сейчас едем такими серьезными темпами обратно домой, останавливаемся в городе там типа 4 дня, и из-за этого расписание напрочь сбито, потому что есть дни, в которые мы просто полностью едем, и я планирую учебу так, чтобы использовать интернет как можно меньше, и потом мы должны какие-то места посмотреть в городах, и из-за этого дни учебные срываются, но в принципе я сейчас покажу, что я напланировала вчера. Мы приехали в Канзас-Сити, это город, который находится на границе между Канзасом и Миссари, и здесь конечно же куча всего, что хочется посмотреть, но дети сейчас все утро работают над своей школьной программой, Мира тоже работает над своей собачьей жизнью, я тоже чем-то занимаюсь, я всем говорю, работайте, работайте. Что касается математики, естественно мы продолжаем делать каждый день, я разбила эту неделю, вернее даже не разбила, я просто сделала такие пакетжи из наших учебников, потому что мы уже подходим к концу этого полугодия, и надо как-то это все завершать, поэтому я просто под скрепку забила, что нужно сделать на эту неделю, и дети делают каждый день, но сколько могут, как можно больше, и тогда в пятницу ничего не придется делать, кроме теста. Дальше естественно читать, я вам покажу какие книжки мы дочитали и какие мы будем отправлять в этом же видео в конце. Курсив распечатала тоже на всю неделю, короче очень сложно так планировать, единственное, что у нас остается, стабильно это языки, спаниш и инглиш, биология и английский, который делается с учителями, мы как бы вокруг них строим. Потому у детей есть писать, как это называть, писательские часы, когда они просто каждый день пишут тексты, очень много сейчас они пишут, потому что это основа сейчас, и, короче, да, так планировать практически невозможно, потому что все практически идет на коленках. Ага. Ага. So, when an officer in charge said that there was no hope of rescue, she threw him overboard. So there was a man... No, she threatened to throw him overboard. No, she threw him overboard. Dretened. Oh, yes. Do you remember my memory? I remember my memory. That's a... Вау. Хочу вам одну вещь порекомендовать. Сейчас порекомендую. Есть такой великий человек в истории американской. Звали его Бенджамин Франклин. Он не избирался ни в президенты, но он сделал очень много для страны. Like a dream. И вообще для людей. Этот человек вообще-то не имел образования, потому что он был не из богатой семьи, и в то время не все имели возможность получить образование, но он очень сильно был любознательный, и в свободное время он научился читать и писать. И грамотность свою он наработал, и, в принципе, богатство своего языка, только благодаря одному единственному упражнению, которое мы сейчас используем. И я хочу сказать, что это просто очень просто и очень действенно. То есть если это делать каждый день, то язык будет вот на таком уровне. Что он делал? Он брал книжку, одну единственную, которую он имел, и переписывал на память предложение. То есть он смотрел, пытался прочитать, прочитывал, потом закрывал книжку и писал. И если он делал хотя бы одну ошибку, он снова переписывал. И так, ну, не глядя. И так до тех пор, пока он не выучил слова наизусть. Потом он это все увеличил там до страниц, и потом до чаптерс, и он в итоге, короче, мог переписать вообще все по памяти. И таким образом у него был хороший спеллинг, хорошая грамма и все остальное. И мы делаем то же самое с детьми. А Каролина, так как она старше, мы... Она делает каждый день по три предложения. Просто... Это меньше страшно. Это просто собаку разбудили, она не любит просыпаться среди своего напа. Каролина, так как Каролина старше, она делает по три предложения на память. И она берет за основу вот эту книжку. Это, ну, можно сказать, книга про растения, про такая околонаучная. Здесь интересные факты про животных, про растения, и про всяких разных паразитов, про камни, и про все на свете. Я покажу им на самом деле. Они не были экстинкты, и они просто мне сильно понравились, along with the Tsunami Devil, которая супер-брэйв, так что они сильно... они endangered, но они не могут... Если они не тратят, они могут быть calm, если они не тратят, они могут быть dangerous. То же самое с Tsunami Devil, which are also dangerous, потому что наши люди их боятся. Так, расскажи, как ты делаешь это упражнение? Я не осмотрю, например, кастиллерии с лей huge green eggs, я смотрю на них кастиллерии... Она читает предложения, старается запомнить их спеллы и вообще, в принципе, предложения. Писать в моей книжке писанина. В моей книжке писанина. И дальше она закрывает, да. Дальше она закрывает... И пишет по памяти. Потом она открывает и смотрит, сколько ошибок, и переписывает уже, глядя на текст. То есть есть какое-то отличие от Бенджамина. Нина, в свою очередь, делает то же самое, только одно предложение. И я считаю, что если это делать каждый день, то и одного предложения в день более чем достаточно.